Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы с вами будем делать пакетрейсер 5.2.1.4. Это задание я предлагаю делать в английском языке, потому что в русской версии пакетрейсера могут быть ошибки. Само задание несложное, так что думаю, мы справимся и на английском. Так что открываем наш учебник на английском языке, скачиваем ПКА-файлик, а также инструкцию к нему. Чтобы скачать инструкцию, переходим по ссылке и нажимаем кнопочку «Скачать» и сохраняем нужную вам папку. При желании вы можете открыть русскую версию учебника и скачать инструкцию оттуда, и делать уже по русской инструкции. Вот так. Вот наше задание уже открылось, открываем сам ПКА-файлик. Пока он открывается, мы можем быстренько посмотреть, что у нас сегодня нужно сделать. У нас есть маленькая топология, всего лишь надо устройство, и мы будем от PC1 подключаться к S1 с помощью разных протоколов. Наш ПКА-файлик уже открылся, так что мы вводим имя. Также нужно ввести email, и также дополнительная информация. Чаще всего это ваша группа. И нажимаем кнопочку «Ок». Да. Наше задание перезапустится, и мы можем открывать наш ПКА-файлик, чтобы мы могли сразу выполнять само задание. Вот он. Смотрим, что сегодня нам нужно сделать. В первой части нам нужно подключиться от PC1 к коммутатору S1 через Телнет, и настроить пароль. Открываем PC1. Командная строка. Вводим команду Телнет, и подключаемся к S1. Чтобы подключиться к S1, нам нужно знать его IP-адрес. Его мы смотрим в таблице адресации. Это 10.10.10.2. Копируем. И записываем его сюда. Enter. Спустя несколько секунд мы успешно позадинимся, и нас спрашивает пароль. Пароль у нас указан CISCO. Его мы как раз и вводим. Мы подключились к S1, и мы можем выполнять задание, которое нас просят. Для того, чтобы мы могли отслеживать нашу оценку, я закрепила задание на английском языке. Смотрим. Нам нужно сохранить конфигурацию на S1, также отобразить конфигурацию, посмотреть, в каком виде написаны пароли. И если они не зашифрованы, то их зашифровать. Что мы как раз и сделаем. Для этого вводим команду enable. Нас спрашивает опять же пароль, он также CISCO. Далее вводим команду copy runningconfig. Runningconfig. Startupconfig. Enter. Нажимаем еще раз Enter. Мы сохранили. Дальше нам нужно зашифровать все пароли. Но передать им лучше проверить, зашифрованы ли они вообще. С помощью команды show runningconfig. Смотрим. Этот пароль не зашифрован. Приставим самый низ. На линиях тоже пароли не зашифрованы. И все. Значит нам нужно выполнить шифровку паролей. С помощью команды service. Но эту команду нужно вводить в режимы конфигурации. Вводим команду conf t и далее service password encryption. Enter. Мы зашифровали все пароли. Можем проверить это с помощью команды show runningconfig. Вводим команду exit, чтобы у нас за предыдущий режим. Exit show runningconfig. Смотрим. У нас первый пароль зашифрован. То есть он показывается не в виде слова Cisco, а в виде циферок и букв. Приставим самый-самый низ. Смотрим. И пароли на линии VTI также зашифрованы. Что нам нужно сделать дальше? Нам в режиме конфигурации нужно настроить имя домина и добавить секретный ключ с длиной 1024. Начинаем с имя домина. Адон строится с помощью команды ipdomain в режиме конфигурации conf t вводим команду ipdomain domain name и вводим имя нашего домина. это netacad pqa. Enter. Далее нам нужно настроить секретный ключ. Для этого вводим команду crypto key и generate as... ой, RSA. Нас спрашивают количество битов для этого. Нам нужно 1024. Вот. Как здесь. Enter. Мы настроили наш секретный ключ. И у нас уже есть 40 баллов из 100. Значит мы двигаемся в правильном направлении и можем двигаться дальше. Нам нужно создать пользователя SSH. и настроить линии VTU для этого. Для этого вводим команду username. Далее нужно ввести слово администратор, потому что мы реестрируем администратор. Так. Дальше нужно ввести слово secret и слово Cisco. Мы настроили нашего администратора с паролем Cisco. Далее заходим в линии VTU. Line VTU 015. Вот так. Далее нужно настроить, чтобы можно было залогиниться вокально. Далее команда транспорт. Далее команда транспорт. Несорт. Несорт. СССР. Окей. И что нам еще осталось? Нужно ввести команду no. Пас. СССР. Сеска. Готово. Мы выполнили весь шаг 2, настроили все необходимое и можем двигаться к части 3. Для этого нам нужно выйти из интернета и попробовать зарегистрироваться еще раз. И у нас это не должно получиться. Нажимаем Ctrl-Z, вводим команду Exit и мы вернулись на PC1. Теперь пробуем подключиться еще раз к DevNet или уже просто кнопочку вверх, стрелочка вверх. Нажимаем Enter. Видим, что соединение закрыто для других хостов. Вот. Значит мы настроили предыдущие шаги все правильно. Теперь мы будем подключаться к CCH. Видим, что usage-1 new username target. Окей, вводим CCH. Далее вводим минус 1. Далее администратор. Администратор. Готово. И далее IP-адрес 10. 10. 10. 2. Enter. Нужно обращать внимание на инструкцию, а не делать так, как я, потому что здесь указано, что минус 1 нужно указывать вместо единички букву L. Пробуем еще раз. CCH. Минус L. Далее вводим команду администратор. И 10. 10. 10. 2. Мы подключились к CCH. Нас спрашивает пароль. Пароль, как обычно, CISCO. Вот. Мы смогли опять залогиниться в S1. Значит, мы сделали правильно. У нас осталось только сохранить конфигурацию. Enable. CISCO. И далее Copy. Running Config. Startup Config. Да. Готово. У нас 80 баллов и 100. Нажимаем кнопочку Check. Рассаживаться. И смотрим, что мы настроили не так. Мы неправильно настроили имя домена для сервера. Возвращаемся на HPC1. И вводим еще раз команду. IP. Domain. Domain. Name. Это нужно делать в режиме конфигурации. Conf. T. IP. Domain. Name. И указываем имя нашего домена. Возможно, мы просто плохо его скопировали. Где наше задание с номеном? Вот оно. Net. A. Cat. Точка. П. К. А. Готово. Вот. Мы настроили правильное имя домена. У нас 100 баллов из 100. Думаю, восторженности получилось. А на этом все. Всем пока. Пока.